Насмотревшись YouTube о попытках сделать пылесос своими руками на основе воздуходувок, вентиляторов и проанализировав информацию о производстве пылесосов, я понял, что нормального пылесоса без турбины не получится. Вот заказал турбины на Алиэкспресс. Цена каждой с доставкой составляет 6000 рублей. А длинники тут нету, паузу пока поставь. Штангельным мерим. Так, наружный 48, внутренний 43. Диаметр штуки всей. Так, 145, 144. Как и было заявлено. Высота 12, 102, 102, и эта высота тоже приблизительно такая же, 107 где-то, побольше. 11 сантиметров где-то. А вообще Общая 210 миллиметров. Ну, вот такие турбины. Тут 44 тоже вход. Вот, вот такая офигенная турбина. Можешь подключать. Все. Тоже, ставим, смотри, здесь. Код такой, 230 вольт, 1400 ватт. Открываем. Электрические испытания проведем позже. Пошло. Держу крепко. Как определился с параметрами и размерами, приобрел рулон самой дешевой стеклоткани, эпоксидной смолы ЭД-20. Стеклоткань оптом по цене 25 рублей за квадратный метр. Так как тут нет больших нагрузок, необязательно использовать конструкционную стеклоткань с большим усилием на разрыв. Достаточное стеклоткани для теплосистем. На все детали, чтобы сделать слоев 15, ушло около 50 квадратных метров стеклоткани. Эпоксидная смола ЭД-20 в ведрах по 5 килограмм. По цене около 350 рублей за 1 килограмм. Цены 2017 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ботонок я немного уже обработал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот листы тоже, которые делал сам, бетиноксовые. Идеальная гладкость поверхности. Как будто заводские. Осталось только немного дотачить и все склеить. В один пылесос. Снимает? Ну вот, из метательного видность образовался следующий комплект. Снимает насекратку. Вот такая запчасть, эта крышка, вот этого бачка. Бачок. Такой бачок. Это будет моторный отсек. Это крышка моторного отсека циклона. Это тоже, да? Вот. Сам моторный отсек, он закрывается этой штуцей сверху. Таким образом. Вот. Вот. Так. Потому что не циклированное там, вот так. Смещение. И потом вот эта вся штука сюда закрывается и туда вставляется. Вот. 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 Это труба переходная из циклона. Циклона сейчас я принесу. Он будет ставиться сюда. Таким образом. Циклон ставится. Сюда переходная труба. Вот. Оно. Такая труба. Тоже вытащена. Копачка. Копачка. Туда закрывается. Вставляется. Вот. На кучу. Притык. Да. вот такая здесь будет держалка вот эта штука здесь через трубу будет соединяться с моторным отсеком вот тут вот сбоку вот эта штука отсюда сюда труба вот так вот это тоже как пластиковая вот они соединяются с трубой сюда а здесь соответственно стоит движок а у движка тут переходной еще патрубок на второй двигатель а здесь будет вторая моторная штука вот сюда втыкается сюда так соединяться будет здесь второй движок будут стоять вот такой компьютер у меня получился пока с одной турбинкой попробую да вот 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 Продолжение следует... Теперь хочу проверить, как у нас с воздухом мощность засоса, как там ветер у нас дует. Продолжение следует... Вот так у меня установлен второй движок. Продолжение следует... Сейчас испытаем, как он будет двумя сосать. Прибавляем мощности и наблюдаем картинку. Продолжение следует... А сейчас попробуем вытащить... Смотрим, при каком давлении вот этот клапан будет открываться. Теперь мы его подзакрываем. На три маленьких подкруто. Посмотрим, на какое давление он сейчас будет срабатывать. А если совсем закручиваем... Смотрим, какое давление будет максимальное. Продолжение следует... Ну, вообще легко он нажимается... Открывается... Сейчас посмотрим, как он будет сейчас отрабатывать. Продолжение следует... Вот так нормально. Клапан, в общем, работает. Регулирует. Да, вакуум. Когда срабатывает, когда надо. А вот это у нас предохранитель. Вот я проверяю, на каком давлении он отключается. То есть включается, наоборот. Сейчас вот ограничение, видать, получается, что... срабатывает. 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 Сейчас мы его немножко подкрутим. Посмотрим, как он засасывает. Я думаю, больше чем 0.4 не стоит его вообще включать. То есть мощность засоса такая, что пальцы сломать можно, если засосёт. И срабатывает. И срабатывает. И срабатывает. это только на половинке так засасывает понимается вот циклон китайский с алиэкспресса крышка к нему то есть этот держатель сделал стеклопластик сам тоже конструкция держится на шпильках что тут еще интересного моторном отсеке я добавил вот тут вот вырез в надежде на то что всегда центробежной силой будет затягивать или как выпадать пыль в маленький вот этот сборничек пыли фильтр атаква фильтра это я взял колбу и придел к моему моторному отсеку так что пока не знаю как это будет работать в плане полезности но в результате вот конструкция вся увеличилась на которую крепится моторный отсек вот это вот такая подставочка можно было бы конечно обойтись без него если не было этого фильтра вот такова моя конструкция здесь отсюда труба потом будет сюда соединяться отсюда будет вход общий так и тешите рядом с трубой с ведром наружу вперед вот такой мой пылесос вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... закрутил совсем так просто поставил для испытаний ну что ж давайте запустим нашу турбинку включается дистанционный пульт вот такой у нас дистанционный пульт как она работает нажимаем на кнопочку вот так оно и работает мощность здесь сюда сочет звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Включаем нашу установочку Смотрим Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, купил шланг, как видим. Шланг называется Дозор 1,2 Сделано в Германии написано Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok который не оседает в ведре для мусора Для того, чтобы оценить свой пылесос по мощности всасывания с имеющимися пылесосами, посетил несколько маркетов бытовой техники, сравнивал пылесосы разных ценовых категорий и выяснил одну интересную вещь – это то, что наличие в техническом описании пылесоса большого количества аэроватт не говорит о его большем всасывающем усилии в барах или килопаскалях. У всех пылесосов с одной турбиной средний показатель 20-22 килопаскаля. Просто чем больше аэроватт, тем шире диаметр шланга. Вот такой я шланг сделал. В комбинезончике в результате. Такая труба для уборки. Очень здорово сосет. Продолжение следует... Продолжение следует... Время т thereafter... Все в решенииess. Такая трубы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Изменил немного схему управления пылесосом, добавил кнопку ручного включения. Продолжение следует... Продолжение следует... А также изменил немного схему автоматического управления. Теперь она двухскоростная. Используется блок релейный из-за Алиэкспресса пришло. Вот, соответственно, работают обе кнопки. Покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Включаем старую скорость... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так работает полисос. Смотрите далее установку этого пылесоса в кладовку и подключение пневморозеток, вакуумных труб, проложенных в полу. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.